А судьи кто? Но она душнила. А мне вот чем душнее, тем лучше. Знаете, что о чём думается? О чём захотим? Конкретики. Да, кокетики. Надо просто хесаям вести и всё. В какую погоду тебе нравится выходить из дома? Ни в какую. Мне не нравится выходить из дома априори. Всем привет! Вы слушаете подкасты с 12 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. Из студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги Диана. Всем привет! И Илья. Бонжорно! У меня сегодня как раз специфический осенний голос, потому что в нашем Зажопинске снова лондонский дождь. Наступила осень. Гремит на фоне гроза. Льёт как из ведра. Мы с ребятами сидим в студии, в которой нет света. Есть просто такое... Ну, вообще мы просто выключили свет, нужно сказать. Ну, дай мне чуть-чуть прибедниться. Такой вот ламповый свет от лампы. Прям в буквальном смысле ламповый свет. Мы с ребятами ловим эту осеннюю атмосферу, жёстко чувствуем эту краснодарскую осень. Не знаем, как у вас, как в вашем городе сейчас обстановочка, но у нас всё очень лампово уютно. Хочется закутаться в плед, пить горячий чай и... Думать о нём. Да, и самое главное, не обсуждать тему выпуска этого подкаста, а говорить, о чём захотим. Я раскрою небольшой секрет нашим слушателям, хотя, возможно, это не секрет, и мы сто раз уже об этом говорили, но не суть. Перед выпуском каждого подкаста, перед записью, мы устраиваем микроразгончики, чтобы как-то войти в этот вайп, поймать его. И обычно эти разгончики уводят нас вообще в самые разные грани реальности. И сегодня мы решили с ребятами, что не хотим обсуждать нашу тему, какая она была, а мы вам не скажем, чтобы потом обсудить. И поговорить просто, вот о чём захотим, как пойдёт. Потому что в эти приятные осенние вечера обычно хочется просто общаться, а не какие-то вот там, да, темы, что-то там, какие-то аргументы. Чтобы что-то шло всё естественно, как дождь. От души, да. Поэтому сегодня не знаю, что вас ждёт. Я бы хотел сказать то, что мы все утеплились, потому что я заметил, что вся компания сейчас активно начала носить очень интересные... Причём, надо сказать, что у нашей компании есть прикольный стиль. Мы сами этого не подозреваем. Носим очень минималистичную одежду. Нет чего-то такого пёстрого, игристого. А вот что такое очень ламповое, оно как будто бы, вот оно само по себе... Уютно, софт. Наводит на вот эту приятную жёлтую ламповую атмосферу осени. На разговоры ни о чём. Да. Да, ну вот на данный момент у вас очень минималистичные свитерки, классные. Я не знаю, кстати, насчёт правильного названия всех этих атрибутов. У Дианы свитшот. Свитшот, ага. У меня полувер. Полувер. А у тебя худи. Худи. Я всегда это толстовка называю. Или полулюбовь. Я должна признаться, что я одеваюсь так уютно и тепло, не потому что я люблю такую тёплую, уютную одежду, и осень — это, типа, моё время, а потому что Диана Гибна любит открывать окна в кабинете, а мы сидим с ней рядом. Мне рядом с ней постоянно холодно. Да, потому что я саб-зиро. Получается, Даша Скорпион. Я повелитель цистита в нашем кабинете. Да, я первая на очереди всегда, так как я уже человек возрастной. А мне очень нравится, чтобы было свежо. Я не понимаю, как можно работать в духоте. Мы и так все собрались достаточно. Душные, да? А мне вот чем душнее, тем лучше. У меня дома всё закупорено просто, всё зашторено. Можете прийти к Даше в дом, чтобы попробовать разрезать воздух. Просто муха не проскочит, насколько у меня хорошо. Хотя сейчас очень холодно, кстати. И я вот сейчас себе выбираю новую зимнюю одежду, потому что мой парень заработал много денег, и я хочу их все потратить. Вот. И, ну, я выбираю прям супер тёплое всё. Не с посылом, что, ну, эта вещь отлично дополнит мой гардероб, и я буду выглядеть классно, потому что нет, в этом мне точно будет тепло на работе. Ну и так, да. И знаете, что, о чём думается? О пироге тыквенном каком-нибудь неком. Вот можно я кое-что скажу? Вот насчёт вот этих всех хэллоуинов и так далее. Хэллоуинов. Сразу видно, человек русский. Да, из-за Дальнего Востока. Я, между прочим, хотел сказать насчёт тыквы, что это же, ну, нет ощущения, что это как бы ассоциация с хэллоуином? С хэллоуином. С хэллоуином. Спасибо, у нас в студии лингвист. Тыква, это в целом... Да, поэтому передаём о тыквах. Нет, мне просто кажется, что... Я, кстати... Да, спасибо. Я недавно, кстати, думала о том, как было бы прикольно вот реально выбрать тыкву большую и сделать вот это вот в ней повырезать. Как потом её есть? Мне, во-первых, её не нужно есть. Это подсвечник. А, блин. Я всегда думал, что её надо съесть потом. Нет, из внутренности ты можешь приготовить пирог или... Или семечки посёлкать потом. Да, но мне недавно сказали, что так делать с едой это кощунство сраное, потому что, ну, как бы... Ну, конечно, да, фермер выращивал эту тыкву, а ты потом... Есть нож – режь, есть тыква – ешь, ешь. Вот она, где правда. Да, получается так. Но в целом, не знаю, вот, знаете, сейчас дождик идёт, и такая вот гроза, и сразу хочется вот где-то под навесиком посидеть, попить какао без сахара. Это важно. А вот раз уж мы говорим про температуру, я вот недавно смотрел про одного... Точнее, не про, а стендап одного комика, очень необычного такого альтернативного, альтернативная комедия – Джо Перро. Такой вот персонаж. Он чем-то мне напомнил Энди Кауфмана. И... Делаем вид, что мы всё помнили. Да, ну, тоже в прошлом комик такой был. Вот. И, короче, вот что он говорил. Он выходит на сцену в виде своего персонажа. Это не сам Джо Перро, это его персонаж. Он такой, типа, немножко сгорбившийся. В общем, в очках очень рекомендую его посмотреть. И он там разгонял тему про сплит-системы. И аудитория спрашивала, типа, кто как любит, чтобы было в квартире. И, значит, натыкается там на пару, и, значит, женщина говорит, я люблю, чтобы было холодно. А мужчина говорит, я люблю, чтобы было тепло. И он спрашивает, а кто решает в итоге-то, кто будет, какую температуру выбирать? И женщина говорит, что я. И он сказал, типа, ты, получается, просто в отношениях, типа, тусуешься на типа хэнгаут. Зависаешь в отношениях, типа, но сам решения никакие не принимаешь. И вот вообще очень рекомендую его посмотреть. Это реально интересный опыт нового видения стендапа. Температуры. Да. И, в общем, там мне вот этот момент понравился. Что насчёт вас? Я прекрасно понял, что Диана любит попрохладней, а Даша любит потеплее. Но что касается ваших пар в плане испарений, нет. Ну, блин. Как вы вообще делите температуру в доме? Я вот к чему. Да тепло всё время в доме. Я могу сказать. Вы уже достались, уплое дело? Я вот уже потепонку выпаскиваю. Да, вынуждена. Потому что я открываю окна. Но это, знаешь, так странно работает. Вот мы пришли недавно, и кондиционер был включён на 33 градуса. Я хочу выдержать драматическую паузу после этого, чтобы вы понимали, что он буквально дует кипятком. Вот вы как, знаете, когда открываете картошку, и вас обдаёт просто всем этим горячим. Ну, конечно. Вот так вот примерно. Или когда поднимаешься к вулкану, к жерлу. Ну, да. Все не понаслышке знают, что это такое. Конечно, вулкан. В целом, да. Каждый второй. Вот. И на самом деле дома всегда контрастно. Это либо собачий холод максимальный, либо просто нистовая жара. Потому что как это в целом вообще? Регламентируется и регулируется температура следующим образом. Либо у меня становятся просто пунцового света щёки, потому что жарко, невыносимо, и у меня начинает краснеть всё. Щёки, уши, мне становится жарко. Либо просто уже третье одеяло не помогает, поэтому балансируем на грани. Уже не чувствуешь своих ног. Да, да, да. У меня дома официальная версия, что все решения принимает Никита, но по факту у меня есть секретное оружие. Я начинаю ныть. Вот как это работает? Вот так. Мне холодно, Диана, она уход закроет. Я не закрываю. Сейчас ультразвук. Половину слушателей. Вообще, у нас дома, правда, мы как-то... Я так поняла, что Никите, в принципе, пофиг. У нас есть только одна комната, в которой всегда стабильно холодно. Это спальня, потому что спать нужно в холоде. Это полезно для здоровья. И там я готова терпеть холод, потому что есть одеяло, я сплю в одежде, ну, в пижамке и носочках тёплых. Поэтому, в принципе, это ок. Это как-то свежит. Но это пока сейчас ещё не сильно холодно, я могу это терпеть. А в остальных комнатах я стараюсь... Ну, я проветриваю там один раз в день, ну, ненадолго. Но у нас, правда, сейчас очень холодно, потому что ещё не включили отопление. Это стандартная российская практика, да, что уже собачий холод, но мы ещё не включаем, потому что не ноябрь. Но полотенцесушитель работает. Да, работает. Ну, что вы там? Приходишь в ванну погреться. Да, маленькая ванна, но там тепло только, если дверь закрыть. Вот. Поэтому у нас уже очень сильно холодно дома, и я, вот, Диана, достала плед или что там, одеяло, или ты, да, сказал, а я достала обогреватель. Опа! То есть я сижу на диване в носочках тёпленьких под пледиком. Так это же очень сушит воздух. У тебя есть какой-то увлажнитель? Есть увлажнитель, но мне всё равно, что там кого сушит. Мне, если холодно, я не могу не думать. Ноздри потом вообще не дышат. Я ничего не могу делать. Некомфортно, что я не могу ни работать, ни отдыхать. И поэтому я понимаю важность свежего воздуха для прочищения мозгов, но когда я сижу, обернувшись пледом, у меня замёрзли пальцы, я постоянно бегаю писать. Вот, я обожаю это состояние. В смысле? Когда оно у меня. Нет, нет, когда ты постоянно хочешь писать, нет, но вот я себя чувствую максимально комфортно, когда у меня ледяные руки, и я вот прям почти они уже синеют, и я что-то печатаю и начинаю суперактивно думать, потому что, ну типа, для меня тепло, это вот когда ты такой под пледиком, под одеялком. Сон клонит уже. Да, ну то есть я такая максимально расслаблена, а когда я чувствую холод, это, ну типа, означает, что мне нужно как-то мобилизоваться. Да, и вся мобилизация уходит на то, чтобы не описаться, и чтобы ноги не отвалились. А вот особенно, когда покушаешь, приходит прилив тепла. Да, и хочется спать. Да, но у нас такой график, что некогда пожрать. Это точно. У меня, кстати, есть история про обогреватель. Мы, когда только переехали из Дальнего Востока на Кубань, мы некоторое время с родителями, с братом жили, ну спали, точнее, на матрасах. И у нас был обогреватель. Во-первых, сначала была керосиновая лампа. Ого, мы совсем давно приехали. Да, ну типа, нулевой год. На Дальнем Востоке это была типа тема, потому что... Тема. Да, у меня отец работал на аэродроме главным инженером по ядерному бомбардировщику. И, короче... Господи. Да, и у него был бесконечный просто запас керосина. Ну и авиационного топлива. Ну, это уже другая история. Грелись как могли, короче, в 90-е. Да, 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 и пили как могли. Ну, в общем, там была штука вот в чем. После того, как керосиновая лампа стала просто сжигать все и, в общем-то, давать резкий запах керосина в Нобе, мы прикупили обогреватель, который позже переехал к нам на Кубань. И когда мы спали на матрасах, укрывались очень теплым одеялом, пледом, который подарили родителям на свадьбу. Это очень ценный подарок был. И вот, значит, я укрылся этим пледом и прямо рядом со мной на полу лежал обогреватель. И этот плед попал на обогреватель и сжег его вот в этом месте. Так вы и переехали на Кубань. Ты, наверное, проснулся, и вокруг тебя вот такой вот кантик, знаешь, как в Том и Джерри, когда там что-то сгорает, остается только контур в простой ниточке. Да, но мы почувствовали запах гари, конечно же, убрали его. Поэтому обогреватель, уважаемые слушатели, постарайтесь поставить в безопасное место, чтобы ничего не сжечь. Вообще, знаете, лучший способ согреться в доме, это, конечно же, сейчас прозвучит так, как будто бы конченая мажорка, но это правда, это камин. Да, ты конченая мажорка. Это бесконечно. Да, конечно. Прямо настоящий камин. Да, мой парень заработал очень много денег, поэтому я хочу поставить дома камин. Ну так это он мажор, получается. Ну, короче, да, настоящий камин, и это просто превосходно. Причем, знаешь, что классно, что он не наполняет теплом все помещение, а тебе нужно прям близко к нему находиться, чтобы согреться. Как в омерзительной восьмерке. И он еще потрескивает так, да? Да, так, потом тебе в лоб следует. Но смысл в том, что это достаточно забавно, потому что, во-первых, греется одна часть тебя, вот ровно одна часть. И я как-то, я очень люблю, мы с собакой лежим всегда рядом с камином, прям очень близко. И я как-то... Стоп, ты что, на полу лежишь? Да, да, у камина. Вау. Ты что, застелишь под себя или прям на полу? Ну, мне просто, правда, интересные детали. Ну, да, вообще, как правило, на полу, потому что там как бы тепло в целом, паркет. Рядом с камином пол теплый, да? Да, да, да. И мы просто укрывались пледом, и, короче, получилось так, что я один раз уснула прям рядом с камином, а там вот типа сам камин, то есть типа экран такой большой, и есть маленький экран, это небольшая прорезь. И у меня просто ровно половина лица, потому что я на боку лежала. Нет. Я буквально как этот чел из Бэтмена, Харви Дент, я просто с монетку потом подбрасывала все оставшееся время в школе. Вот, но это было очень забавно, да. Я прям подгорела. Кстати, о фильмах. Они ведь тоже согревают нас такими прекрасными вечерами. Да, и самое время прерваться на нашу небольшую рубрику, в которой мы подберем вам тепленькие фильмики на осень. Ну что, ты совершенно прав, осень – это время классных фильмов. Это первое, что приходит на ум, когда думаешь о том, как бы добавить уюта. И для тех, у кого есть камин, как Диана, или как мы с Илёей, кто греется у керосиновой лампы, в любом случае хороший фильм не помешает. Я, кстати, недавно совершенно пришла домой с очень четким осознанием, что сейчас самое время посмотреть суперуютный фильм, полежав при этом под пледом, съев какую-то вкусную штуку, чай, вот это все максимально горячее, чтобы никто не трогал. И причем хотелось посмотреть что-то максимально простое, такое вот, знаете, вот доброе, вечное, бесконечное. И я хотела посмотреть «Практическую магию». У меня какая-то гиперфиксация вообще на этом фильме. Я загуглила однажды его в подборке, мол, типа, ну, этих осенних уютных фильмов. Там такая атмосфера, что вроде бы еще и пахнет летом, но уже и осень на пороге. Там вот эта ведьминская тема, которую я очень люблю. Но я не смогла нигде найти этот фильм. У меня просто станция, я не могу у нее, ну, я могу смотреть только то, что могу у нее попросить, если у меня нет рядом компьютера. Компьютера у меня не было. Поэтому я смотрела то, что было на станции. И там была сонная лощина. О-о-о. Да. Вообще, на самом деле, тут сразу не могу не сказать, что я безумно люблю Тима Бертона. И причем я не понимаю, почему его фильмы, которые достаточно, ну, такие, знаете, по-детски жуткие, такие теплые, уютные и осенние. Как он это делает, да, это магия. Да, причем отдельный респект за то, что там прекрасные саундтреки. То есть, если фильм не очень, например, вот «Мрачные тени». Ну, как бы не самый прикольный фильм Тима Бертона, хотя он атмосферный, но там ведь потрясающие саундтреки. Это, по-моему, саундтрек «Ночь в белом сатине». «Night in white satin». Короче, да, офигенно. Да, да, там офигенно, офигенно. Можете не оплачивать в целом, знаете, ни какие-нибудь музыки себе, ни другие вещи. Вам прекрасно споет Даша. Ушли, Димаш, подкаст. Вот. Потрясающе совершенно. Но вот мне больше всего нравится пересматривать «Сонную лучину», да? Но я бесконечно люблю пересматривать «Бэтмена», Тима Бертона, старого, который буквально сделан, это какой-то макет, условно, этого Готэма, но это все настолько атмосферно и классно сделано. Макет фильма. Такое мрачное, детское, прикольное. Ну, вот, конечно. Тим Бертон-то снял с Джорджем Клуни Шварценеггером, правильно? Нет, там Майкл Киттон. И с Клуни тоже он снял. А, да? Да, там Ума Турман играет по «Изен Айви». О, это моя любимая часть Бэтмена. Это все его. И там еще «Женщина-кошка», ее играет Мишель Пфайфер просто великолепно. Но это уже Бэтмен навсегда. Да, короче, и Николь Киттман молодая, просто превосходная, которая играет какого-то психолога, но это в части с Джон Киттон или какого-то Джо Киттон? Джо Киттон. Майкл Киттон, не знаю. Вот, ну, короче, супер атмосферный и прикольный. Очень люблю его. Да, насчет Николи Киттмана что-то сейчас вспомнил. Я каждое утро включаю музыку, и я недавно пересмотрел сериал, точнее, смотрел первый раз сериал «Лучше звоните Солу» из вселенной «Во все тяжкие». И там у них есть тема с его, значит, партнершей, и по совместительству возлюбленной. Как раз-таки «Something stupid», где поет Франк Синатра и Нэнси Синатра эту песню. Напой. И есть версия, где поет Робби Уильямс и Николь Киттмана. И, как я понял, что мне кажется, версия вот эта более обновленная нравится больше. Она очень, кстати, осенняя. Класс. Да, вот, кстати говоря, про мои рекомендации. Мне очень понравился, собственно, «Лучше звоните Сол». Очень такой осенний сериал. В целом там все действие происходит в такой непонятной, скорее всего, осенней атмосфере. Но я хотел порекомендовать фильм, который называется «Человек на Луне» 99-го года, где главную роль играет всеми известный Джим Керри. Действия фильма, в общем-то, происходят более в такое летнее время. Но этот фильм мне очень понравился, потому что я его сейчас вот пересматривал в очередной раз именно осенью. И там очень такая приятная атмосфера изменений. То есть там человек, который меняет в целом всю индустрию юмора. И он работает над тем, чтобы его юмор, как бы там даже фильм так интересно начинается, что он стоит на черном фоне и начинает говорить про то, что вот, типа, это такой будет интересный фильм. И он как бы играет тоже персонажа, как вот я говорил ранее про стендап-комика. И, собственно, это и есть Анди Кауфман. И, в общем, он говорит, что, типа, вот, этот фильм мог бы быть наполнен очень интересными, классными моментами, но я решил всех вырезать. Поэтому это, в целом, конец фильма. Все, можете расходиться. И начинаются титры в самом начале фильма. И люди, которые досмотрели эти титры до конца, он уже ушел, короче, из кадра вообще полностью. Это та самая аудитория, для которой он, собственно, и работал. То есть он, грубо говоря, отсеял, как сделали Лим Бискет, да, с своим названием. Они отсеяли всю свою аудиторию, назвав себя Лим Бискет. Вот. И после этого я также посмотрел документальный фильм от Netflix, который называется «Джим и Энди». Это история про то, как Джим Керри играл Энди Кауфмана. Это сумасшедшая история про то, как человек полностью перевоплотился в персонажа. Для режиссера, для всех актеров он был Энди Кауфманом. А когда его назвали Джим, он такой, ты имеешь в виду Энди, меня зовут Энди. И это сумасшедшая история, так что я вам очень рекомендую посмотреть сразу два этих фильма. Сначала как бы оригинальный фильм, а затем документальный. Мне вообще очень нравятся фильмы, в которых есть какая-то еще такая часть, то есть есть что-то, что объясняет какой-то бэкграунд или бэкстейдж, какую-то серьезную подготовку актеров, концепции фильма. Мне кажется, что это прям супер прикольно, когда у тебя есть возможность посмотреть сначала просто художественное произведение, а потом условно закадровую историю. Это прям классно. Фильмы — это, конечно, суперский способ поймать ощущение уюта и поднять в себе настроение, но я считаю, что ничто так не заряжает энергия как качественная забота о своем здоровье. Особенно осенью, когда простой насморк может испортить планы и ограничить нашу продуктивность. Поэтому, составив список фильмов для души, не забудьте еще и про тело. Занимайтесь спортом, не пропускайте приемы пищи, ложитесь спать пораньше, чтобы выспаться и обязательно обращайтесь к врачу при простуде. А с осенним насморком помогает синупред-экстракт. Синупред-экстракт — это растительный лекарственный препарат, который помогает справляться с насморком и заложенностью носа. Думаю, вы сталкивались с тем, что во время простуды капаешь капли, а насморк все равно остается с тобой надолго. В отличие от назальных капель, которые еще и вызывают привыкание, синупред-экстракт лечит насморк, а не просто помогает при симптомах, ускоряя процесс лечения. Это очень удобно, так как заложенный нос может не только снижать продуктивность, но и банально портить планы. Перед применением обязательно прочитайте инструкцию и обратитесь за консультацией к специалисту. И будьте здоровы! Этой осенью и всегда! Короче, я на днях наткнулась на бинго, которое называлось «Насколько ты дед?». И я поняла, что я практически сильный дед, практически тотальный дед. Я вам сейчас расскажу. Тут есть очень прикольные пункты. И посмотрим, насколько вы себя в них узнаете. Хочешь на дачу? Ну, если дачей можно называть классный загородный дом, то да. Просто дача, мне кажется, подходит для определенного возраста. То есть, как бы, в нашем возрасте, мне кажется, поехать на дачу, это однозначно потусить, собрать компанию. Потусить? Я таких слов не использую в своей речи. А не посадить какую-то растительность и поухаживать за огородом, и не пополивать что-то. У меня вот дача, это знаешь, что в голове? Вот когда Даша сказала дачу, я такая, типа, у меня в голове белый дом, такой одноэтажный, с зеленой какой-нибудь крышей, голубым заборчиком и огород, типа. А вот там, ну, условно потусить, это, типа, снять дом. Ну, как бы вот такое. Я когда дачу представляю, мне представляется, что это очень летнее, но в контекст нашего разговора осеннего, типа, дача – это то место, где есть дом с камином, где есть плед, где есть какая-нибудь собачонка, которая бегает, и тебя радуется. Двуки собаки вам, бесплатно совершенно. Вот, поэтому, ну, насчет дачи не могу сказать, что я прям хочу на дачу, но я очень часто хочу в Елизаветку, это место, где живут мои родители. Ну, это дачная, типа, пригород дачная. Вот, но я очень сильно хочу в санаторий. Надо мной все смеются, но я очень сильно хочу в санаторий. Вот что ты там будешь делать? Я буду максимально чилить. Я себе как представляю этот досуг. Я, короче, утром просыпаюсь, завтрак, да, шведский стол, вся эта тема. Днем, значит, какая-то прогулочка, прогулочка, а потом какие-то мастер-классы, какие-то спа-процедуры, типа, бассейн, массаж, какая-нибудь грязевая штука, какой-нибудь электрофорез, какие-нибудь там целебные чаи, вот эти бочковые, короче, какие-то темы, шишки, запах собираем, а вечером на танцы идем. Ну, ужины на танцы идем. Вот. Ну, надо мной все смеются, потому что, типа, знаете, как люди реагируют, когда я говорю, что я хочу в санаторий? Санаторий! Вот так. Я говорю, да, санаторий, именно так. Мне кажется, нужно над ними больше убрать. Я прям представляю, как мы с Никитой такие... Так, у меня важный вопрос. Важный вопрос. Ты будешь заказывать музыку? На танцах? Нет, в столовой, когда ты будешь есть. Конечно, на танцах. Ну, не знаю, нет, я вообще очень скромный человек. Вот как джей-диджей, так и... Знаете, что бы я хотела? Я бы заказывала музыку. Я бы после процедуры электрофореза заказала бы несколько фейсинг-группы электрофореза. Я не знаю, почему я вспомнила про электрофорез. На самом деле, я в детстве ходила в больную лечебницу. Это, короче, такое место, где как раз вот все эти процедуры. Она, кстати, до сих пор есть, и в нее можно ходить вот как раз для этих процедур. Там, ну, короче, все еще осталась вот та советская больная лечебница. Знаете, мне кажется, что у нас в детстве немножко на***вали. Нет такого у вас? Потому что я вот ходила на электрофорез. Знаете, что это за херня? Вам просто кладут вот сюда, вот типа на загривок, вот как у кошек вот этого штучка. На холку. На холку. Какую-то пластмасску тяжелую, которая издает какие-то звуки. Вибрации. Типа... Мне на пузико клали, потому что я писалась. Мне на шею клали, типа я не знаю, почему ты ничего не чувствуешь. Ну, то есть, на мой взгляд, процедура, это, знаешь, ты вот такой встал, и тебе сразу прикольно. А типа, ну вот, ну вот просто на тебе лежит. Какие-то еще присоски мне делали, типа я помню, тоже на спину. Или еще что-то. Это же дико странно, но еще и выглядит просто так, как будто бы, знаете, вы в американском фильме, где показывают опыты советских ученых. А я же скринж расскажу. Очень странные дела. Да, 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 вот это вот. Я буквально 11 была, типа в какой-то странной рубашке нахрен. Стоп, стоп, ты сказал, лысая была? Ну, типа, ну, маленький какой-то. Ну, типа, знаете, как будто бы вот на мне хорошо не было этой рубашки, где сзади она просто на пуговицах, и ты с голой задницей. А номер у тебя был? Да, порядковый номер. На рукаве был. Короче, и ты просто такой сидишь, тебе что-то вот это вот делают, потом тебе какой-то просто пылью белая, это присыпка, видимо, вот это вот делают, потом ты идёшь к какому-то мужику странному на массаж, плечи и шеи в моём случае были. Так крем вкусно пахнет массажем. Это ужасный крем. Детский крем. Может быть у тебя... Нет, нет, у тебя был детский, видимо, хороший. А у тебя? У меня был крем Нега питерского какого-то завода, обязательно только его. Ты провела ресёрч насчёт этого крема. Да, потому что мою мать запахали названием этого крема, нужен был только он. Я не знаю, в чём причина была, видимо, мне только питерский подходит. Но, короче, и он ещё в массе, он просто вдавливал в тебя этот крем. И я чувствую, что мне больно, неприятно, неприкольно. Мне все говорили, что я оздоравливаюсь. Как видите, не помогло. Блин, я заступал. Кринж тоже есть. Вот в этой водолечебнице, там, короче, был такой какой-то аппарат, он был похож на большую центрифугу с такой трубкой разного диаметра, и там внутри горел какой-то свет. И нужно было сначала вот так делать. Даша очень сильно открыла рот на микрофон. На микрофон не врез. Вот, типа ты, ну, типа сначала в рот, типа эта штука светит, потом в нос, в ушко, и типа там какое-то тоже оздоровление этим ультрафиолетом происходило. Я помню, что после был во рту такой привкус непонятный. В ртуте. Какой-то такой, да, наверное. Как раз таковало, когда он проезжал. То есть, как обращаются все люди, у которых горит фиолетовый свет на балконах, они оздоравливают и лечат свои растения, верно? Да, конечно, так и есть. Да, я так и думала, как приятно знать. Давайте с этой темой соскочим на следующую. Вы когда последний раз гуглили новомодные слова? Есть у вас такое? Потому что я иногда подгугливаю. Я периодически гуглю. А что, например, что крайнее было? Как что пишется? Да, это. Это не с дедом связано это. Ну да, не какие-то другие проблемы. Не, ну, допустим, там какие-нибудь слова, которые вот, особенно из диджитальского вот этого язычка, типа там посинкаться, там пофоллоуапиться, поапрудиться. Господи, ненавижу это слово посинкаться. Что это за какое-то ублюдское? Ну, типа синхронизироваться. Ну, я знаю. Ну, в смысле, оно звучит ублюдочно. Нам, диджеям, это слово очень знакомо. Мы его презираем. Не нажимайте на кнопку синк, когда диджеете. Пожалуйста, диджеи. Диджеете все вживую. Мне еще понравился пунктик. Кряхтишь, когда что-то делаешь. О, это про меня. Я только так и просыпаюсь. Я не могу, знаете, я последнее время замечаю, что я наклоняюсь с характерным звуком. Блин, есть даже тема со стендапом, что, типа, мужчины, чем старее становятся, тем больше они звуков издают при каком-либо вообще действии. Типа, садишься, такой. Или встаешь. Или пьешь чай, такой. А я вот наклоняюсь, и у меня в районе копчика такой, как будто. Я такая, так, понятно, прохрустелись. А, в этом смысле, я когда просыпаюсь, я вот так вот плечи назад сильно расправляю, как это буквально. А, и у меня такой характерный такой звук, вот, типа. Солнечное сплетение где-то? Да, 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 да. Такое, типа. Ух. Красиво. Ну, вот есть же желание покричать с утра, типа, так, подтянулся и так. Да, почему так хочется? Я начинаю кряхтеть просто, особенно если меня будить, я такая, типа, у меня даже есть звук моего разбужения, типа, я просто такая, типа. И вот так вот я делаю примерно минут 30. Ого. Да. Ты даже во сколько ты встаешь? Ты же 30 минут. Ну, могу себе позволить. А, понятно. Так, что еще интересного? Чтобы не уйти сильно в медицинскую тему, потому что, ну, естественно, здесь все про медицину, ну, как бы, да, это же Бинго Деда. Дед Бинго, кстати, называется. Секс умер? Нет. Что? Нет, не умер. Кого умер? Свой жив. Все в порядке. Секс имеет тело. Ладно, мы еще не настолько одеты, чтобы секс умер, но я последнее время задумываюсь о том, что секс немножко переоценен. Как-то вот так. Да, блин, ну, да. Да? Нет, ну, смотрите, типа, дело не в процессе с каким-то конкретным человеком, а в целом. Ну, то есть, как обычно, это понятие в поп-культуре и в любой другой культуре, оно наделено каким-то невозможным смыслом. Да, функционалом, да. Просто как будто бы тебе это нужно вот пожизненно всегда, и, типа, людей даже дискриминируют по этому принципу, себе что-то нравится или не нравится, что вообще ужасно. Есть даже люди, которые пишут книги, фанфики, вот это вот, это же просто жесть. Ну, есть же отдельная категория, как бы, высмеивания всего вот этого, то, что очень сильно гиперболизируется обществом, очень хорошо это нам показывает стендап. Да что-то у тебя стендап вообще во главе, угла. Потому что это правда. Да. Ну да, стендап это же часть жизни в любом случае. Как и секс. Да, и поэтому в стендапе очень часто высмеивают секс, чтобы как-то принизить значимость, как вот ты говоришь, что максимализировано или как-то ты по-другому сказала. Ну, в общем, классно, что можно пошутить на эту тему. Ну, может быть, как-то переосмыслить отношения, если у кого-то действительно, как ты сказала, секс умер. Надо его воскресить, да? Почти не выходишь из дома. Вот это максимально про меня. Я, в принципе, вообще не особо всегда любила выходить из дома, и сейчас я выхожу только на работу. Хорошо, а в какую погоду тебе нравится выходить из дома? Ни в какую. Мне не нравится выходить из дома априори. Ну, вот допустим. Хорошая попытка, Илья. Допустим. Идет охренительный снег. Ну, я могу выйти на балкон. А, как это хорошо. В Краснодаре, Даша. Да, я знаете, я... Давайте так, снег, это восхитительно, прекрасно. Посмотреть на салюты тоже можно на Новый год. И я могу ради какого-то такого удивительного экспириенса выйти из дома. Ну, в принципе, я выхожу из дома, чтобы приехать на работу, и параллельно я любуюсь снегом. Но я просто за собой заметила, что я реально не люблю выходить из дома. Меня в последнее время начали напрягать процедуры, типа, надо на маникюр, надо к врачу, надо там еще куда-нибудь. Типа, я бы хотела, чтобы все это делалось дома. Вот чтобы я на выходных реально не выходила из дома ни для чего. Мы вчера ходили, ну, условно шопиться, и мы так долго ходили, буквально полчаса, у меня мозоль появилась. Господи. Я вот за последние полгода, знаете, я буквально не захожу домой, я бы так скорее сказала. Потому что я в целом тоже была достаточно таким затворником, плюс-минус, но снег – это, конечно, вне всего. Типа, если идет снег или дождь, я просто меня не остановить абсолютно ничем. Но снег, конечно, больше, потому что я его очень люблю. А так, в целом, я поняла, что в этом есть какой-то свой прикол. Когда ты, допустим, выходишь прямо рано утром, а приходишь поздно вечером, и ты там пьешь кофе где-то, типа, ешь тоже где-то. И параллельно там гуляешь, что-то смотришь. Я вот обходила дофига мест в Краснодаре и поняла, что он прикольный на самом деле. Есть там классные места. Можно посмотреть, какие-то новые эмоции словить. Прикольно. Не знаю, мне прям понравилось. Но, конечно, солнце. Да, в твоем случае, что ты любишь холод. Блин, у меня на самом деле похожа ситуация с Дашей, потому что я, правда, тоже не очень люблю выходить из дома в последнее время. И не потому, что я не хочу выходить из дома, а потому что у меня очень много дома делал, и я подсознательно себя психически пытаюсь вытянуть, вытащить из дома, но мне просто не получается. А, мне нужно убраться в доме. Мы два раза в неделю делаем уборку полноценную, потому что... И, видимо, по очереди. Нет, мы все вместе делаем. Потому что гипоаллергенный быт, и нужно как можно меньше пыли, да. Плюс еще как бы я творческий человек, и мне нужно постоянно делать музыку, и это отнимает очень много времени сидишь за компьютером, плюс самообразование дополнительное. В общем, очень всего много, чего невозможно сделать. Вот я сейчас заметил то, что я начал активно слушать аудиокниги по дороге на работу, потому что я езжу на велосипеде постоянно, и вот это как бы и является моим выходом на улицу. То есть мне этого вполне хватает. Ну, 12 километров в день проезжать каждый день, это... Ужас. Да. Ты можешь вообще гордиться собой, ты отлично выходишь из дома. Да, поэтому я бы очень хотел почаще выходить. Вот мы хотели на этих выходных выйти, у меня прям с утра желание появилось выйти и погулять по красной, выпить кофе или чая с чабрецом и мятой. Я сейчас его, кстати, пью. Вот. Но... И нужно еще съездить в экоцентр, господи, сколько всего. Ну, реально не отпускают... Быть, да, не отпускают. Не отпускают. А я, знаете, люблю забить на все. Если мне нужно что-то делать дома, я вообще могу с легкостью это отложить. И в целом я вот недавно говорила об этом с подругой. Мы что-то разгоняли тему того, что, знаете, вот это вот ритуалы семейные, а-ля в субботу мы убираемся. План. Строить план. С учетом того, что нет гипоаллергенного быта. Да, да, да. И вот типа у меня так делает тетя, я у нее как-то жила, и меня это так напрягало. То есть ты хочешь или не хочешь, ты должен встать и начать убирать, или встать и начать что-то делать. И мне на самом деле нравится планировать только вещи, ну, типа, знаете, я, допустим, планирую что-то делать дома. Не знаю, что угодно. Играть сись. Мне нравится это планировать только по той причине, что мне безумно нравится просто не следовать этому плану и делать что-то другое. И типа я целенаправленно это делаю. Потому что я понимаю, что убирать мне лучше, когда у меня есть хорошее продуктивное настроение. И ты как будто бы получаешь удовольствие не от того, что ты делаешь, а от того, что ты не выполняешь планы. Да, да, то есть я такая, типа, блин, в субботу нужно перебрать все вещи. Типа вот это вот, перестирать все летнее, убрать, вытащить все зимнее, осеннее, типа. И постирать. И я такая, да, я такая думаю, вот, запланировала себе это на субботу. Классно. А в субботу мы пошли гулять на весь день, типа, с десяти или с девяти вечера до девяти, точнее, с утра и до вечера, короче. Вот. И я такая, офигенно. Ну, типа, класс. Я убираюсь, когда кайф. Ну, мне редко, когда кайф убираться. Но вот я, допустим, прихожу и понимаю, что бабайки от моих волос разбросаны по углам, надо бы прибраться. Но я понимаю, что нету сил, и я, ну, забиваю. У меня нет такого, что сегодня день уборки, а завтра день готовки. А послезавтра на работу. У меня почти каждый день завтра на работу, поэтому уберемся мы когда-нибудь потом. Вообще, знаете, мне кажется, что это так важно, отказываться от каких-то планов, это не в противовес тому, что ты сказала, потому что есть что-то необходимое обязательно. Но мне так нравится, что я могу быть вне времени. Ну, то есть, я вот недавно тоже задумываюсь, знаете, о какой фигне. Типа, почему люди назначают встречу ровно в какое-то время? Это же так странно. Ну, то есть, давай увидимся ровно в десять, например. Мы сейчас не берем там, типа, работу или какие-то вещи, в которых есть, ну, плюс-минус норматив, устав там, например, вот, а там, допустим, давай встретимся ровно в десять. Почему вы не можете запланировать встречу, например, там, с десяти до десяти тридцати? Созвониться, когда вы будете на месте, и все. Ну, то есть, типа, вот это вот чувство, когда ты там на две минуты опаздываешь, это вроде бы чуть-чуть, но ты такой, типа, я опоздал, блин, меня ждут. Ну, да, это какое-то чувство ответственности, что ли? Ты хочешь какой-то точности в этом плане. Конкретики. Да, кокетики. И, на самом деле, то, что ты говоришь, у нас это никто не соблюдает, даже в рабочих каких-то делах. То есть, вовремя ничего не происходит. Кстати, интересная история насчет вовремя, заранее или опоздать. Я как-то был участником школьного пушкинского бала. Ну, и екатерининского я тоже был участником, но это другая история. Ну, в общем, и там был конк. Да вы, батенька, по балам любите ходить. И вот какая история была. Там был конкурс. И в этом конкурсе был вопрос. Когда мужчине стоит приходить на свидание с женщиной, заранее, вовремя или опоздать? Так, и? Я ответил. Ногай, потише. Я ответил заранее. Судейство. Судейство. А судьи кто? В лице хореографа, зауча. В общем, люди, которые к балу не имеют никакого отношения. Да, они решили, что правильный ответ вовремя. Ну, невозможно же прийти вовремя. И толпа... Простите, я подавилась от этого отвопиющей справедливости. Да, и, значит, судиста посчитала, что это ответ неправильный. И толпа... Ты не стал королем балом? Подождите, это не конец истории. И все школьники всех возрастов освистали это решение. И они пошли там пошушукались что-то и такие, ну ладно, пусть будет заранее. Звайского бюджета. Да, то есть, значит, почему... Это такая тупость. Ну, то есть, типа, знаешь, это вот, это сама тупость, вот просто максимально тупорыло. Я почему, да, собственно, издавала звуки вот эти внутриутробные. Потому что это так тупо. Вот за сколько мужчине нужно приходить на свидание? А женщине во сколько? А у меня есть ответ. Типа, свидание в 12 дня, а вот если ты женщина, нужно приходить в 7 вечера. Ну, типа, господи. Может быть, они имели ту эпоху, конечно, может быть, тогда... Их эпоху, да? Эпоху балов. Эпоху балов, да, Пушкина. Ну, да, некий... А еще я сдавал ГИА по литературе. Кошмар. И у меня была тема ФЕТ. Ну, я готовил полностью биографию. И ты такой, ммм, сыр. И я получил 4, знаете, за что? За то, что учительница сказала, что правильно говорить. Я ошибку в слове ФЕТ запустила. Да, она говорит ФЁТ правильно говорить. Что? И я за это получил 4 нагиа. Это как Ферги и Фёрджи. Угу. Но она душнила. Что за бред? Все всегда говорят ФЕТ. А это вот к нашему разговору про букву Ё и ее незначительность. И по поводу свидания я хочу сказать, что у меня есть некое внутреннее правило. Негласное. Опаздывай. Я всегда опаздываю на свидание. Ты намерена это делать, да? Да, я делаю это намеренно, потому что для меня, когда ты приходишь на свидание вовремя, это как будто бы, ну, это же свидание как можно опоздать, как будто бы ты очень сильно нуждаешься в этом. Ну, не знаю. Да, кого ты обманываешь, Даш. Если ты туда приходишь, значит, ты в этом нуждаешься. Нет, ну, у меня такое вот, такая, это какой-то мой внутренний, мои внутренние предрассудки, мой внутренний этикет, что я не могу прийти вовремя, потому что я хочу, чтобы меня подождали. И вот это вот ощущение, что человек готов тебя подождать, оно очень приятное. И мне еще нравится, знаете, что вот я захожу, я еще как-то стараюсь всегда так договариваться на свидание, чтобы это была конкретная локация, чтобы человек мог туда прийти, и где-то ему было комфортно меня подождать. Я такая захожу в эту локацию, зная, что он уже внутри, и такая, так, вот ты. И я вальяжно иду в сторону молодого человека. На самом деле ты делаешь очень приятно тому человеку, с которому у вас свидание, потому что я на самом деле склонен сказать, что твоя тактика очень эффективна. Почему? Потому что человек успеет все обдумать. Он успеет немножко поволноваться. И в момент, когда к нему подходит дама, которая ему потенциально может понравиться, в данном случае и ты, он начинает подниматься, встречать же тебя нужно. И вот этот момент, когда именно ты... Сосыковочка происходит. Да, когда именно ты подходишь, вот этот момент, когда к тебе приближается человек, а не вы как-то вместе там как-то встретились одновременно, или что еще хуже, он опоздал на свидание. Да вообще это просто... Да блин, чего бы это самое? Просто для меня это еще вот этот момент некого обольщения, когда ты заходишь, и вот эта тропа о здоровье, эта тропа о славе, то есть ты идешь, и в этот момент как бы я не то чтобы как-то по-особенному иду, но я в этот момент как-то стараюсь... Очеровываешь. Да, очеровываешь. То есть вот как он на меня смотрит, видит ли он, хорошее ли у него зрение, он видит, что я иду или нет. Вот, и как-то мы вот... Ну, я обычно делаю, чаще всего делала так. Сразу медицинскую карту просматриваешь. Знаете, а со мной вот так делали, я не... Ну, окей, как по кайфу, но со мной так делали, потому что меня это очень сильно раздражает. Уходило когда что? Ну, в смысле, когда я была вынуждена ждать. Меня это очень сильно бесит. Ну, то есть либо мы договариваемся не к точному времени, или ты предупреждаешь. Потому что вот для меня сам факт того, что человек меня намеренно заставляет ждать, ну, типа, ты кто? Ну, то есть в смысле, почему я тебя должна ждать? Ну, то есть мы как бы про одинаковое с Дашей, но мы про разных позициях находимся. Ну, то есть, типа, мне это суперстранно. И, условно, если там нужно как-то встретиться, мне наоборот кажется, что это даже мило и очаровательно может быть, если вы там оба как-то волнуетесь чуть-чуть, и вы можете там идти навстречу друг другу. Но, блин, вот эта вот штука, типа... При этом я сама, знаете, опаздываю на свадьбы или на какие-то такие вот штуки. Я никогда не прихожу там ровно, вот, чтобы встречать всех гостей. Ты типа сидишь и такой, ну, всё. Но, условно, есть должен быть какой-то там интервал времени допустимый, там, 10-5 минут, 15 минут максимум, на который ты можешь опоздать. А свидание, блин, меня это прям выводит из себя на самом деле. То есть сама ты опаздываешь, а другим не позволяешь. Нет, нет, нет. Не стоит жить по тем заповедям, которые проповедуешь. Я понял. Нет, нет, я опаздываю на какие-то мероприятия, в которых, во-первых, от меня ничего не зависит. А тут у вас только два человека. Да, конечно. Но при этом, если это какая-то личная встреча, я стараюсь не опаздывать. И мне супер неловко, если просто так случается. Со мной постоянно случаются какие-то долбанутые истории. То я там щенка увидела какого-то, его нужно было пристроить. То я в лифте застряла. То я в лифте застряла просто не вовремя. И я всегда стараюсь предупреждать, потому что мне кажется, что, блин, во-первых, тут ещё, знаете, какая штука? Потому что человеку может такой подход не зайти. То есть кому-то это может быть очаровательное, кто-то такой, боже, вот она идёт на меня, и вот я её сейчас вижу, типа. А кто-то такой, да ты чё, блин, в смысле? Типа, мы там вот ровно договорились. Но мне больше, знаете, что нравится? Что у меня было так, что, ну, в смысле в отношениях, что сначала я просто максимально всегда, потому что я приходила заранее, потому что я знала себя, и что я могу опоздать. А потом было очень прикольно, когда я опаздываю, но меня человек ждёт. И, ну, это спустя, там, полгода где-то. И ему норм меня ждать. То есть он уже понимает, что он будет меня ждать, что, как бы, он на меня не злится. Это, наоборот, даже умилительно, что я, типа, в очередной раз какой-то хернёй разбиралась, типа, и вот немножко припоздала, простила. Ну, это уже другой разговор, это уже, конечно. Не, ну, я тоже, я не говорю об опоздании там на супердолго, то есть я буквально там задерживаюсь на 10-15 минут. Но мне, например, в моей системе ценностей, если мужчина не может подождать меня 10-15 минут, неважно, что это наша первая встреча, она меня не знает, даже если он не может этого времени выдержать, чтобы всё-таки встреча прошла, то он либо тушнил, либо нам не по пути. А ты бы ждала? Ну, я бы подождала, конечно, если я бы хотела встретиться с человеком. Но это другая сторона. Когда женщина ждёт мужчину, то это другой разговор. А когда я иду на свидание, и мой партнёр не может меня подождать, ну, для меня это... Мне кажется, что это... Не очень прикольно. А как по мне, это абсолютно одинаково. Типа опаздывает парень или опаздывает девушка. Нет, понятно, что опоздание вообще это, да, про ценность чужого времени. И здесь понятно, что если ты намеренно всё время опаздываешь... А я часто опаздываю вообще. Не всё время. Я говорю про свидание, вот, допустим, для меня просто это одно и то же. Ну, может быть, это для многих людей так. И я понимаю риски, что человек может сказать, типа, ты опоздала, а я не люблю в своей жизни ждать, я пошёл. Ну, окей, пока. Если ты находишь в этом какой-то шарм, очевидно, что человек, который будет находиться рядом с тобой, тоже должен видеть в этом какой-то шарм. Именно поэтому, типа, ты действуешь так. Ну, например, наше первое свидание с Никитой, он меня ждал, но по своей вине. Потому что он очень спонтанно его организовал, и я думала, что мы будем говорить по телефону, а он пришёл под офис и стоял. Я ему говорю, я сейчас не могу выйти. Я скоро буду, но не сейчас. И вот он меня ждал. Но это было не специально так планировало, но у меня было одно свидание, и я прям всеми фибрами своей души понимала, что я не могу прийти вовремя. Это будет не так. Надо чуть-чуть задержаться. И вот я чуть-чуть задержалась, и всё прошло, как я и планировала, идеально. Он сидел и ждал меня за столиком, заказав уже там бокальчик вина. А ты с театральным биноклем вот так вот смотрела на него издалека? Спинсная, да. Нет, я просто знала, что он уже там, и зашла, и красиво прошла, нигде не споткнулась. У нашей студии вышел третий сезон подкаста «Нина готовенькая». Слушая этот подкаст, вы точно загоритесь идеей открыть свою франшизу. В новом сезоне мы будем приглашать микрофона у франчайзи из самых разных сфер, от общепита до IT. Они поделятся опытом и расскажут всё о том, как запустить свой бизнес по франшизе. Ищите новые выпуски на всех платформах. Вот мы, блин, да, люди, придумали себе время. Да, придумали правила вообще какие-то. Это вообще ужасно просто. Особенно, когда тебе нужно рано просыпаться. Я вообще не понимаю, почему. Если многим людям это не нравится, зачем это делать? И вот ещё, знаете, какой пойнт был? Интересно узнать ваше мнение. Мне кажется, что высокоэффективные люди, они на самом деле обманывают себя. Или нас. Я сейчас объясню. Мне просто кажется, что человек создан для гедонизма. Не то, чтобы прям, знаете, потребительство я сейчас имею в виду. Я про что-то такое, про эстетику гедонизма. Я про то, что человек не для того был создан, чтобы вставать в 5 утра каждый день. Не в 6 утра, не в 5 утра. Типа вот нужно делать, как это комфортно. Типа подстраиваться под свои какие-то биологические часы и потребности. А вот люди, которые такие, типа, «Так, сейчас 7 утра, я уже успел позавтракать, сходить на йогу, поплавать, зашёл в тренажёрку, я уже поработал, почитал книгу, написал какую-то музыку в свой постик где-нибудь там запрещённой соцсети, отфоткал это всё. И теперь я проснулся». Ну, типа, да-да-да, условно примерно так. Знаете, мне, пожалуй, подходит расписание дня императрицы Екатерины Первой. Я расскажу для тех, кто не в курсе. Человечек просыпался в 4 часа дня, завтракал, потом шёл на променад, потом, значит, вечером танцы, ложился человечек где-то часов в 6 утра, спал, и в 4 часа всё повторялось. Там конные прогулки, всё вот это. Это я как-то смотрела документальный сериал про Романовых, и там вот был как раз эпизод про Екатерину Первую. И там прям была вставка, что ежедневный ритуал императрицы Екатерины Первой состоял из следующих там этапов. В 4 часа вечера подъём и так далее. Это было так, то есть это было на серьёзных щах подано, но это со стороны так комично звучало, я подумала, это так максимально про меня. Ну вот я, кстати, краем уха слушал значит, познавательный какой-то курс. У меня девушка постоянно занимается самообразованием. Какая она, эффективная у тебя. Спасибо. А вы сколько она просыпается? Вместе со мной, ну в 6. Ужас. Да. И нет, это не ужас. Это классно для нас. Anyway, она занимается постоянно самообразованием, и я краем уха услышал значит, мысль про то, что раньше, вот как раз во времена Екатерины Первой... Это эпоха керосиновых ламп, Илюш. Ну не знаю, это керосина там, мне кажется, ещё далеко было. Нет, нет, керосиновые лампы как раз там и изобрели. Думаешь? Конечно. Ну хорошо. И там очень много времени, вот как раз-таки ты сказала, что она просыпалась в 4 часа дня, там очень много времени тратили на себя. То есть сначала нужно было накрасить себя, да, парик, платье там какое-то правильно затянуть, причём несколько слоёв. Господи, сколько времени они тратили на мейкап, это просто жесть. Я думаю, они сами это делали. Я думаю, там люди охреневали просто. Конечно, там целая продуктовая команда. Особенно, да, особенно королевская семья. Но из чего же там всё-таки состояло всё это? Это так сильно вредило коже? Ну, я неправда. Да, то, что очень много времени уходит вот на всё это, только лишь потом ты можешь выйти. Кстати, в 4 часа дня интересный факт. Просыпались группа Red Hot Chili Peppers в доме Рика Рубина, когда писали альбом Black Sugar Sex Magic. Ну, там даже не хочу узнать, чем они занимались до этого времени. Спали. И как они это всё написали. По поводу, кстати, ухода. Меня очень бесит всей необходимости вот в этих подготовках. То есть я человек, который лучше бы вообще не просыпался. Знаете, вот я не то чтобы засыпаю. Как говорит Никита, ты впадаешь в кому просто. И мне утром очень тяжело просыпаться. Я ненавижу всё вокруг. Я вредная, я нетерпимая и всё такое. И когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что тебе надо помыть голову, умыться, почистить зубы, накраситься, в лучшем случае скупаться, если на медне не было водных процедур. Это всё просто, когда я утром это всё осознаю, это просто как топор по шее. А вот важный вопрос. Сейчас у нас осень, раз уж мы говорим про такое время года. В какое время дня вы моетесь? Это очень странный вопрос. В четверг. Чистый четверг. Для одного дня тебя очень хорошо пахнет, Дарья. Спасибо. Это всё седневековая парфюмерия. Я просто презираю утренний душ, и я вынуждена это делать абсолютно каждый раз, потому что я принимаю душ вечером и утром. Я прихожу с работы, иду в душ, и в душ иду утром. И я это просто ненавижу, особенно когда на улице прохладно, и ты чувствуешь, что... Во-первых, знаете, как я принимаю утром душ? Я сижу в ванне. Я сижу и поливаю себя вот этой вот тёплой водичкой. И знаешь, вот на правое плечо, и я чувствую, что левому прохладно, на левое я такая... Подожди, подожди, стой. У тебя есть какая-то лавочка там, что ли? Нет, я в ванне сижу. На попе? Прям сижу в ванне. То есть ты наливаешь в ванну и... Нет, я сижу в ванне. Так она же холодная, там керамика. Она быстро нагревается. Я, во-первых, обдаю всё кипятком сначала. Потом делаю воду прохладнее. Сажусь. И просто поливаю себя водой, чтобы прийти в чувства. Но знаете, что самое ужасное? Это ловушка дьявола, потому что ты не можешь встать, сука, из этой ванны, тебе уже тепло. Так хорошо. Это вот, знаете, как... Когда вы зимой в детстве вот это вот просыпаетесь рано, вы выходите там в 7 утра в школу, снег, темно. И вот вы всегда просыпались, под тяжёлым тёплым одеялом. Вот я сначала просыпаюсь под тяжёлым тёплым одеялом, чтобы встать и дойти до ванны. А потом я просыпаюсь под тяжёлым тёплым одеялом из воды. И я два раза выбираюсь из вот этой сладостной комы, знаете, прекрасной. И это просто отвратительно ужасно. Это говорит человек, который любит, чтобы вокруг постоянно было холодно. А мне нравится контраст. Контраст, да, я только хотел сказать. Причём, блин, вот, типа, есть люди, которые такие, так, я быстро в душ, в душ прохладный, утром в прохладный душ. Обязательно вот это вот я себе там разолью, расхерачиваю по телу лимфу, типа, я сейчас всё прогоню, я выпью кофе, я там похаваю, да я просто просыпаюсь, я такая, мне что, жить надо весь день? Типа, я готовить? Да я в жизни ничего не съем с утра, потому что мой организм не готов вообще ни к чему, он отвергает всё просто. И еду в том числе. Ну, хоть в чём-то мы с тобой похожи. Ты, кстати, сказала, что два раза вечером и утром моешь себе, я такой, чего? Потом такой, так я же сам такой же, потому что я приезжаю после работы на велосипеде весь мокрый. Да, и я мой четверг. Ну, хватит шутить, ну, правда, ну, сколько? Не может быть, чтобы это один раз в неделю моё. Я ни в коем случае... Твои волосы слишком чистые для одного дня в неделю. Шухой шампунь. Шугаринг. Сухой шампунь, коллеги. Да, Илюш, это именно так и работает. Если у вас загрязнились волосы, просто шугаринг, знаете, никакой проблемой. Не, я, ладно, я, раз уж мы заговорили, да, откровенно, я расскажу так. Я ни в коем случае никогда не моюсь и утром, и вечером, потому что это бессмысленная трата времени и моих сил. У меня нет сил мыться так часто. Вот честно. Летом, понятно, когда жарко, но летом как бы энергия чуть-чуть другая. Но мне последние полгода моей жизни все бьюти-процедуры, вообще любые процедуры, связанные с телом, даются очень тяжело. И я прям уговариваю себя, ну, тебе нужно покупаться, ты же чистый человек, ты же не можешь позволить себе пахнуть псиной или чем-то еще. Поэтому я купаюсь перед сном, но не каждый день. Да, это правда, я не купаюсь каждый день, это невыносимо. Да тебя никто не осуждает. Через день хотя бы, но не каждый день. Ну, к счастью, я так сильно не пачкаюсь и так сильно не потею, не валяюсь по углам, чтобы не мыться чаще. Ну, вот лично мне, да, вот я такая. Я никого не осуждаю, те, кто моется и утром, и вечером. Представьте вот это чувство, вы же его испытывали 100%, когда холода на улице, и ты чувствуешь, что вот температура в кране, такое утром было у меня в школе, то есть я мою руки, умываюсь, и я понимаю, что температура в кране чуть теплее, чем температура моего тела, и мне так хорошо становится, и я вот только убираю руку, и мне сразу очень плохо становится. И ты просто 40 минут, как какой-то дебил, ты вот просто стоишь, спишь, и у тебя руки в теплой, горячей водичке. Наверняка есть какое-то слово, как ты вот говорила, новомодные словечки гуглить, наверное, нам стоит загуглить. Кранинг. Я объясню концепцию. Мне настолько, что вы понимали впадлу мыться, что я даже душ не могу включить. Я просто сижу под краном. Ух ты! Это, между прочим, медитативное состояние. Да. Я вот сегодня, допустим, подумал о том, что... Я слышал, как говорит один интересный артист, про то, что не брать с собой в туалет телефон. Да, я ничего не беру никуда. Да, это... Я в туалете сижу вот так. Жаль, вы это не видите. Просто до тех пор, пока на коленках от локтей не останутся в локтей. Даша сейчас, это для вас, чтобы вы не чувствовали себя обделенными. Даша сейчас просто подперла руками щеки, и очевидно, что локти у нее на коленях. потом ноги затекают, но это другая история. Я к тому, что есть вот эта вот творческая аура открывается. Вызываешь кого-то, чтобы кто-то тебя вывел из туалета, типа под руку. Да, не кидает. Причем, да, как поменялись приоритеты. Да, раньше туалетную бумагу просили, а сейчас мы слишком долго там сидим. Вот, и классно. Сейчас у нас все классно. Господи. Ну, вот такой у нас вопрос. Боже. Лень, это вообще, это ужас, осенняя лень. А знаете, вот вы сказали, Илюша сказал, что затекают ноги. Какое отвратительное чувство, когда что-то затекает. Боже мой. Я помню, как это со мной случилось первый раз. Я была у бабушки с дедушкой дома, и мы что-то сидели, вечером смотрели комиссара Рекса, а я с детства, знаете, сижу постоянно в каких-то совершенно долбанутых, немыслимых позах. Ну, то есть я не могу сидеть просто ровно. Мне даже сейчас просто, вот я хаваю примерно так, что у меня одна нога вот в районе где-то бедер, вот там вот уже, где рука. Своего рода йога такая сидящая. Я типа сижу постоянно так, и в детстве я помню это чувство, я так испугалась, когда у меня затекла нога. Ну, то есть вот представьте, что вы это испытываете в первый раз. Это сложно. И ты не можешь это объяснить, то есть ты даже не... Вот я говорю, нога, нога, мне говорят, что, болит? Я такая, нет, не болит. Мне говорят, а что с ногой? Я говорю, я не понимаю. Держит, как в корма. Вот, а я знаю, что я сказала? Я говорю, у меня в ноге помехи. Помехи в ноге, потому что это чувствуется как помехи. И батя подошел, антенну просто у тебя... Да, да, да. Один раз меня... Как по телеку, знаешь, типа втащил, и все нормально стало, заработало. Нет, я типа... Я понимаю, что вот этого чувства, знаете, какого-то жжения, а самое отвразительное, что есть люди, которым ты говоришь, не трогай меня. Они подходят, и в этот момент бьют тебя по ноге, и ты испытываешь... Перещипать начинаешь. Всю боль этого мира просто, тебе ты не можешь двигаться, ты такой... И вот, знаете, что самое главное? Я вот недавно задумывалась, блин, а вот прикиньте, если у вас затекли ноги, например, вы сидите на лавочке вечером. А вам резко вставать. А за вами кто-то гонится, например. Ой, ну это вообще... И ты просто... Ну, то есть тебе нужно резко побежать. И ты... Я просто такая думаю, а вот что бы я делала? Ну, наверное, на каком-то всплеске адреналина я бы побежала. Но я в смысле, знаете, вообще ничего не чувствую. То есть я, допустим, когда встаю, у меня вот нога, вот где кроссовки, а я могу ходить как вот как зомби, знаете, в ходячих мертвецах. То есть она так вывернулась в другую сторону, и я иду на вот этой вот части, которая сгибается просто. Надо просто хесаям вести, и все. Да, и сразу плюс 100 к броне, к здоровью и к деньгам. У меня недавно же было это неизведанная болячка 30-летних, когда у меня онемели два пальца руки. А, точно, да, ты рассказывала. И я постоянно жила с этим ощущением онемения. Это что-то очень кринжовое. Вот, ну, чуть-чуть, чуть-чуть отпустила. У меня волосы болели недавно. У меня тоже иногда болят волосы. Корни в смысле? Или как-то? Ты чувствуешь, что у тебя болят волосы? Да, болят волосы. Это как затекла нога. Ну, кожа на голове. Это как затекла нога. Вот реально, если ты не чувствуешь этого, ты не чувствовал никогда, тебе невозможно это будет объяснить. Вот типа, у меня реально болят новости. Новости, да, периодически поболивают. Они у всех болят, реально болят волосы. Я не знаю, как это объяснить. Вот вроде бы не кожа головы, потому что я там что-то вот втираю в себе в бошку, типа какие-то маски. Еще какую-то хреную, вот эту вот металлическую штуку, которая у меня постоянно путается в волосах, потому что они слишком густые. И типа, и вот они реально болят, и я просто себе что-то там оттягиваю, что-то переплетаю, заплетаю. Это так странно. В общем, короче, нету сил. Да, даже подкаст продолжать уже нету сил. Да? Ну, уже время как бы. Что, домой пойдем? Ах, осень, осень, ну давай у листьев спросим. Я не знаю, где песня. Где ты мой, сладкий мой, не знаю? Я знаю осень уже в 15 раз, а ты еще не любила. Урпа Китай. Ну да. Ну так заканчивать выпуск неприкольно, Даша. А как? Ну. Какая осень в лагере? Да, уже не знаю. Пишите в комментариях, какая у вас осень, типа не знаю. В каком вашем лагере? Расскажите, сколько раз в неделю вы моетесь, нам очень интересно. А мы пойдем домой. Это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые моются раз в неделю. И с вами были Даша, Диана и Илья. Всем пока. Арифидарчи. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова